Здравствуйте еще раз. Мы снова в студии. У нас новый гость, на сей раз Александр Глушенко, полковник запаса. Сегодня говорим про день призывника. Здравствуйте, Александр Глушенко. Добрый день. Давайте сразу определимся, нужен ли нам призыв или, возможно, нужно от него отказаться в пользу контракта на армию. Ну, исходя из своего большого, скажем так, около трех десятилетий опыта военной службы, причем в основном на строевых, на командных должностях, могу сказать прямо, что призыв это анахронизм. Это моя однозначная точка зрения. В основном он свойственен, ну, тоталитарным государством или уж очень бедным государством. Нам это не должно быть свойством. А вот эта фраза «не служил ни мужик», вот она, что для вас значит? Это извращенное понимание некоторыми людьми понятия патриотизма. У нас почему-то все думают, что патриот это тот, кто стоит в строю и держит в руках автомат. Или там едет на танке, летает на самолете. Я думаю, что ученый, врач, учитель, журналист, юрист, не в меньшей степени патриот, если он толково выполняет свои обязанности. Я скажу, от них толку гораздо больше, чем от всех вооруженных сил вместе взятых, от таких патриотов. Смотрите, есть такое государство Израиль. Так там вроде бы как и мужчины, и женщины, все в обязательном порядке проходят военную службу. Ну, Израиль – это такое государство, которое существует в особых условиях. Во-первых, в условиях перманентной войны практически со всем арабским миром. А во-вторых, я не могу назвать Израиль государством в полной мере демократическим. Потому что даже чтобы получить гражданство в этом государстве, нужно быть человеком определенной национальности, раз. Во-вторых, в государстве установлена государственная религия, которая существенно влияет на внутреннюю и внешнюю политику. То есть государство Израиль не является для нас эталоном. Мы все-таки, я полагаю, большинство из здравомыслящих людей считают, что Россия должна иметь европейский путь развития. Кстати, про здравомыслящих людей. Наши корреспонденты прошли по городу и поспрашивали, нужно ли служить, и зачем это нужно. Давайте посмотрим. Давайте. Конечно, за родину нужно служить. Как считаете, молодые люди должны служить вам? В любом случае, должны. А для чего? Ну, вообще, каждый человек должен как-то дать своей стране что-то определенное. Вот в этом, как бы сказать, в этом случае, то есть получается то, что он должен отдать военную, как, служить в армии, чтобы быть готовым к любому случаю. Если молодые люди уходят в армию, то в дальнейшем они мужчины. Становятся более мужественными. Что вообще армия может быть? Армия? Армия воспитывает мужика. Ага. А вы сами служили уже в армии? Я уже 12 лет служу в армии и до сих пор служу. На Дальнем Востоке служба по контракту – это на порядок выше заработная плата, чем здесь. То есть гарантия, социальная гарантия высокая. Ну и возможность карьерного роста очень большая. Ну, если члены царской семьи считали за честь в армии служить, наверное, стоит. Ага. А сами почему тогда не пошли служить? Потому что я почти 6 лет за сборную выступал. То что-то одно из двух – либо выступать, либо в армии служить. Ну, я служил как раз, когда была самая деда с 82 по 84. Ага. Когда была самая деда с 83, ну ничего, самому не случилось. Как себя поставишь в армии, так и будет. Угу. Вот. Все нормально будет. Ну, зависит от того, как он служит, в каком месте он служит. Потому что по-разному люди изменяются. Можно просто сидеть. Кто-то понимает, что он раньше творил. То есть у меня брат тоже служил. Он понял, что он не так жил, как стоит. Кто-то, наоборот, еще хуже становится. А есть от места, где он служил. Что вам армия дала? Да, волнушка. Ну, так, можно сказать. Ну, что интересного. Все не скажешь. Но это очень хорошая, так сказать, школа для молодых людей. И одновременно это все равно. Родину надо защищать. Мужчина должен служить сыну в армии. Мужчина должен родину защищать. Да. Должен родителей защищать. Своих, чужих, всех подряд. А если он в армии не служил, раньше, если ты в армии не служил, за тебя една девка замуж не выгодит. Больной. Да. Надо служить. Ну, что, еще раз, пожалуй, задам вопрос. Так нужно служить в армии? Мне вспоминается фраза генерала одного из фильма «День выборов». Мой любимый фильм, там генерал Бурдун отвечает журналисту «Тебе нет». Ну, а если серьезно, то можно сказать, что положение о призыве и вообще призывная армия – это в определенной степени нарушение Конституции нашей страны. Давайте возьмем за аксиому, что военная служба является трудом, работой. И, кстати, работой очень тяжелой, достаточно напряженной, требующей серьезных физических, моральных затрат, психических и так далее. Если это работа, давайте обратимся к статье 37 Конституции, там написано, что труд в нашей стране свободен. И каждый человек должен выбирать свою профессию в соответствии со своими склонностями, характером и так далее. Я сейчас не буду полностью цитировать эту статью. Реально, если это труд, то труд должен быть свободным. Хочет человек служить в армии, хочет он защищать родину с оружием в руках, нести службу в мирное время, участвовать в контртеррористических операциях. Это его право, пожалуйста, он идет. Другой человек, который склонен к другому, он должен заниматься другими делами. Страна не в меньшей степени нуждается с точки зрения ее обороноспособности в представителях серьезных, нужных, важных профессий во всех областях. Подождите, Александр Анатольевич, а что если война? Прямо со школьной скамьи на фронт, где готовить солдат? Как специалист в этой области могу четко и ясно сказать, что войн в понимании Первой, Второй мировой войны, с огромным скоплением людей, позиционных войн, исходя из существующих сейчас средств поражения, их просто не может быть. Та регулярная армия, которая существует у нас в мирное время, то есть определенное количество полков, бригад, дивизий полной готовности или полной боевой готовности, как их называют сейчас. Они позволяют участвовать в локальных конфликтах, то есть перебрасывать их на какие-то участки напряженности, позволяют участвовать в контртеррористических операциях, позволяют выполнять миротворческие миссии за рубежом нашей страны. При этом в случае какой-то глобальной, тотальной, всемирной катастрофы военной, при наличии ядерного оружия, эти, в общем-то, сухопутные войска и морские силы, и авиации, они становятся бесполезны. Какую-то страшную картинку нарисовали? Ну, эта картинка, она написана в государственной военной доктрине, и там ясно, четко говорится, что ядерное сдерживание является одной из форм противодействия вероятному противнику. Это государственный документ. Давайте тогда уже будем заканчивать, и самый важный вопрос я вам задам. Дедовщина, проблема дедовщины в армии. Вот сейчас один из респондентов, по-моему, в репортаже, который приводили, там говорил, да, 82-84-й была страшная дедовщина, но я себя как поставил в армии, так вот я и отслужил. Дедовщина, вот я служил, начиная с 81-го года, то есть это дремучий застой, скажем так. И все изменения в этом вопросе на моих глазах происходили. Армия – это не что иное, как срез или скол общества. То, как человека воспитали на гражданке, с тем он и приходит в армию. Это не значит, что его призвали в армию, а там офицеры, прапорщики, сержанты научили его пить водку, употреблять наркотики и бить морду своим сослуживцам. Вот он с какой психологической закваской пришел, с каким воспитанием он пришел, так он себя там и ведет. Но там нет этих нянечек, там еще кого-то, сложная ситуация. Люди с харизматичным типом поведения и гопнической психологией, как правило, пытаются самоутвердиться. Вот это результат. Плюс к этому возьмите ситуацию с призывом. Мы отсекаем от призыва студентов высших учебных заведений. С недавнего времени еще студентов среднеспециальных учебных заведений. Ряд других категорий, там, например, спортсменов профессиональных, священников профессиональных. Кандидат наук и так далее. Да, те, кто занимается наукой после окончания вуза. Получается, что в вооруженные силы сейчас попадают люди достаточно, скажем так, маргинализованные и люмпенизированные. Вот с ними приходится работать малообразованные. А имеется в виду в тех подразделениях, которые формируются по призыву. Там, где формируются подразделения по контракту, я прямо скажу, что этот вопрос не стоит. Потому что туда идут люди делать свою работу, делать ее за деньги. Спасибо, Александр Анатольевич, что поговорили сегодня.